В метеорологии есть такой термин, как микропорыв. Он представляет собой большой столб воздуха, который с огромной скоростью опускается на Землю, сметая все, что находится на ее поверхности. Данный термин введен известным исследователем опасных явлений погоды Фуджита Тацуя, как вид исходящего порыва воздуха. Сила ветра в микропорыве такова, что он запросто укладывает на Землю большие деревья. Обычно микропорывы длятся от нескольких секунд до 20 минут и охватывают зону не более 4 километров. Воздух, то есть вот восходящий поток поднимается, облако кучево-дождевое, грязовое, восходящий поток поднимает воздух, теплый воздух. Там формируются, начинают осадки. Вот дождь, град. Этот дождь, град, он начинает испаряться в подобочном слое и в облаке постепенно. Расходуется на это энергия теплая. Воздух остывает, то есть остывает, как пузырь, холодный воздух образуется в облаке. Этот холодный воздух, он же ведь холодный более тяжелый, чем теплый, и он опускается к земле. Микропорывы наблюдаются под кучево-дождевыми облаками во вторую половину дня и ранним вечером в жаркую погоду, когда нижняя граница облаков обычно находится на большой высоте от 3 до 5 километров. Толщина облаков не превышает 4 километров. В предыдущие выходные у рязанцев была возможность наблюдать такое удивительное природное явление. Некоторые жители города наблюдали микропорывы в течение нескольких минут на улице Высоковольтная и в районе поселка Борки. Опасно то, что эти явления часто трудно предсказать с большой заблаговременностью, так как они формируются быстро, а продолжительность очень мала и к тому же ущерб колоссальный. Но отметим, фактически на метеостанции Рязань 27 июня ветер усиливался до 13 метров в секунду. По области также отмечался ветер до 10-13 метров в секунду. Очень сильный микропорыв был замечен летом 2018 года к северу от Рязани, в районе населенного пункта Дубки. Там ветер оценивается где-то 35 метров в секунду. Прошел по сосновому лесу и дубовой рощи. Там, получается, серьезные нарушения были в порядке того, что дубы столетние падали. С корнями прям вырывало. Микропорывы для Рязанской области – редкое природное явление. Часто они встречаются на территории США. За последние 10 лет ими было уничтожено большое количество различных строений, мостов и дорог. По словам метеоролога Владислава Майорова, такое удивительное природное явление можно наблюдать в летнее время года, исключительно в жаркую погоду. Микропорывы на территории Рязани бывают всего несколько раз в год. Сила их ударной волны воздуха вполне умеренная, не представляет серьезной опасности. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».